Негодую, что пишет Стас Садальский. Я никак не реагирую на Стаса Садальского. Я не знаю, кто это. И более того, я и вас призываю на это не реагировать. К сожалению, вы должны понимать, что огромное количество людей пытается хоть как-то присоединиться к нашему полёту. Присоединиться добрым словом и поддержкой не всякие на это способны. Поэтому огромное количество людей с удовольствием присоединяются оскорблениями, унижениями, обесцениваниями и ижесними. Никак не реагируйте на это. У вас очень много обнажёнки в кино. Вы к этому относитесь, к съёмкам такого рода легко, да? Я не отношусь к этому легко. Я отношусь к этому, ну просто так, знаете, случается и попадает. Но если говорить, не называла бы это я обнажёнка, безусловно. Ну или как это назвать правильно? Просто если сценарий, если сцена в сценарии оправдывает обнажённое тело, то есть я понимаю, для чего нужна эта сцена непосредственно в сценарии, в этом. Если режиссёр меня может убедить в том, что, ну это да, это нужно для чего-то там. Мне не нужно показать там филейные части твоего тела, а мне нужно, чтобы вот был вот такой вот эффект. Тогда я на это соглашаюсь, потому что на самом деле предложений гораздо больше, чем кажется. Предложение именно такого рода или в принципе предложение сниматься? В принципе, предложение сниматься обнажённым. А, вот. Как раз напротив, сниматься обнажённым и оправдывать это, оправдать, для чего это нужно, как правило, всё заканчивается. Ну, и всё, я говорю, ну понятно. Тогда спасибо. Ну, хорошо, а как вы вообще относитесь к тому, что актрисы, ну ведущие мировые актрисы, даже мы не про отечественных говорим, они достаточно легко снимаются в журналах без одежды, потому что, ну, женское тело это просто красиво. Вы считаете, это же там не оправдано никаким сюжетом. Нет, вот я могу сказать, что в данном случае я такой, ну... Консерватор. Консерватор, нет. Я не снимаю для мужских журналов, хотя, ну, достаточно много у меня предложений от них было, и, может быть, будет, может, не будет. Ну, меня это как-то не очень интересует, потому что, ну, одно дело, опять же, тут есть очень тонкая грань, есть Юля Пересильд, актриса, которая играет роли. И когда мы видим в кино, да, для меня это очень важно, например. Там раздевается персонаж, там не я раздеваюсь. Понятно, да. А вроде бы, приходя на съемку журнала, это должна быть Юля Пересильд. И для меня это, наверное, неприемлемо. Я не понимаю, зачем мне это нужно. Я не понимаю, про зачем мне это нужно. Что для себя я могу в этом и найти интересным. Ну, люди будут восторгаться, смотреть, любоваться вами. Это так мало. Мало, когда люди восхищаются вами, это мало. Ну, понимаете, если бы я ничего другого не могла, да, ну, наверное, пришлось бы мне пойти и мужские журналы тоже. Чтобы, ну, как бы, есть другие поводы. Ну, у всех сейчас своих коллег, которые снимаются в мужских журналах, этим просто убрали, получается. Нет, почему? Нет? Нет, почему же. Это разное мировоззрение. Это как бы, я вот так считаю, как бы, что мне достаточно что-то делать другое. А кто-то, может быть, считает, что это вообще прекрасно, круто. Тут же дело такое, знаете, кто, как бы, у каждого свои рамки. Понятно. Мне рамки не позволяют сниматься в этих журналах. Вам, Юлия, переселить не куда-то. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.